Этика права и безопасность Причем этику вынесли на первое место Я даже предлагал для этой секции название «Это я» — «Этичка» Но мои коллеги сказали, что кроме тебя никто не считал, никто не знает, кто такой «Этичка» Тем не менее, давайте попробуем начать и поговорить о непростую тему Я хочу представить наших коллег, Александр Кудрин, экономист Человек, который сегодня должен ответить на наши вопросы Зачем мы эту тему поднимаем с точки зрения напаления информационной безопасности И где тут наша выгода, наша маржинальность Алексей Араевский, компания «Зикуреон» Доброе утро, коллеги, рад приветствовать всех Галина Рябова, просили комсулер Доброе утро Галя, тебе можно не совать Евгений Царев Да, коллеги, всем доброе утро Человек, который находится на стыке юриспруденции И наших тем вопросов информационной безопасности Тоже непростой кусок компетенции, которым приходится заниматься Александр, в какой момент вот такие вопросы нравственные, как этика, как, может быть, доверие и еще другие, становятся категорией экономической? Экономисты, вообще говоря, всегда интересовались этими вопросами Потому что экономика – это, в общем, наука о поведении человека в отношении с другими людьми И поэтому еще со времен древних греков и средневековья вопросы этики, они, конечно, поднимались Другое дело, что они рассматривались несколько отдельно Да, мы знаем, что, с одной стороны, Адам Смит, скажем, наш основоположник экономический Написал книгу исследования о природе причинных богатств народов по экономике С другой стороны, он же написал книгу теории нравственных чувств Которая как раз была посвящена морально-этическим вопросам То есть эти два направления развивались как бы сами по себе Но потом, уже где-то к концу 19-го, начала 20-го века Экономисты поняли, что, вообще говоря, надо рассматривать все эти вопросы в комплексе И стало понятно, что если мы хотим понять, чем руководствуются люди Мы должны осознавать, что нормы, принятые в обществе Они, в общем, отличаются в разных местах, они разные И, ну, я не буду даваться, разумеется, вот такие уже литературные тонкости Ну, лишь одна фамилия, да, Макс Фебер, прекрасно всем известный Не экономист, правда, социолог, протестантская этика и дух капитализма Было показано, что этика, она, в общем, важна для успеха того или другого общества А потом, когда мы двигались уже в современный мир Тогда стало понятно не только то, что этика важна для развития общества И для определения человеческого поведения Но экономисту появилось еще такое понятие, как оппортунистическое поведение Стало понятно, что, вообще говоря, надо рассматривать человека, который склонен нарушать Извлекать выгоду из-за своего служебного положения Который склонен воровать И, например, есть такая известная дилемма бизнесмена Бизнесмен может что-либо, если ему нужен какой-то компонент, скажем Он может что-либо купить или это самое сделать Но есть и третий компонент, украсть И вот уже в 20 веке в современной экономической теории появляется история про украсть И это касается, на самом деле, разумеется, информации тоже С одной стороны, это, конечно, плохо такой подход Потому что, вроде как, он пессимистический Люди склонны нарушать, обманывать, воровать И что с ним делать, не очень понятно С другой стороны, если мы понимаем, что это рациональный выбор человека И человек выбирает одну из этих стратегий То тогда мы можем влиять на его поведение Настраивать его и заставлять его нести издержки В том случае, если он отклоняется от правильной, нужной стратегии поведения В современных исследованиях, скажем Если мы поговорим уже о теории наджинга За которую недавно была выдана Нобелевская премия Рассматриваются даже идеи о том, как деликатно и аккуратно подталкивать человека к тому Чтобы он вел себя правильно, так, как это будет наиболее выгодно для общества Поэтому, в целом, если подытоживая ответ на этот вопрос Вопросы этики волновали экономистов всегда Но они все более и более и более становились прикладными Век за веком и год за годом И сегодня мы, конечно, с трудом можем воспринимать экономику Совсем не обращаясь к этическим вопросам Спасибо, спасибо Галя, на твой взгляд, минувший год удаленки пандемии Как повлиял на вопросы этики, вопрос информационной безопасности? Ну, что мы видели? Основное влияние, основные следствия пандемии На мой взгляд, первое, на чем это сказалось Это на окончательном размытии периметра Причем периметра не столько физического В виде каких-то технических средств Сколько периметра в голове То есть, когда ты находишься дома В привычной обстановке У тебя семья, дети бегают Друзья, родственники заходят У тебя здесь, я не знаю, чашка с чаем Бутерброд И тут же работа И тут же какой-то сериальчик Вот это ощущение границы между работой И личной жизнью Твоим прайвеси Оно размывается И у людей естественным образом Размывается граница того, что можно, а что нельзя Не потому, что они, может быть, там плохие или хорошие А потому, что просто вот такие обстоятельства И если говорить о рисках То, конечно, с точки зрения бизнеса Это сильно повысило риски Причем даже те риски, о которых мы уже там стали забывать И стало даже уже, может быть, о них Ну так, на DLP мероприятиях Немножко даже стыдно говорить То есть последние годы Об утечках как-то мы уже говорили так Что даже неудобно говорить Утечки всем надоели И тут мы уходим Все на удаленку У нас сильно возрастает Количество электронных документов Потому что мы все перевели в электронный вид Для того, чтобы общаться на удаленке И в этот же период Размываются границы, периметр организации Это, конечно, привело к издержкам Есть ли тут какой-то этический момент Но, мне кажется, и да, и нет То есть большинство утечек, которые были в этот период Они скорее связаны с неосторожностью И вот с таким, может быть, не очень точным пониманием Что происходит Но, с другой стороны, и те люди, о которых говорил мой коллега Которые выбирают неправильную стратегию Они, конечно, получили больше возможностей И в этот момент у работодателей Действительно встал вопрос А что нам-то с этим делать? И здесь возникли и сложности Потому что одно дело, когда контролируется рабочий периметр И другое дело, когда необходим контроль в личном пространстве Да, эти вопросы возникли Алексей Я бы хотел добавить Как раз, да, здесь действительно Проблем возникло больше у бизнеса В связи с контролем сотрудников А как при этом их контролировать В общем-то, стало еще менее понятно Потому что, ну, на работе, да Там в офисе можно повесить и видеонаблюдение И на компьютер там установить все, что угодно И какие угодно меры принять Хоть там отбирать мобильный телефон на входе в офис А дома ты этого не сделаешь И действительно там и видеонаблюдение не включишь И веб-камеру у ноутбука не включишь Потому что в нее может попасть там Кто-то из членов семьи Там может быть даже не совсем одетый Или что-то такое И, на мой взгляд, вопросы вот именно такой вот Профессиональной этики Они стали как раз гораздо более актуальны И, на мой взгляд, они вообще вот здесь Такой вот в таком неразрешимом формате Оказались И, на мой взгляд, эта вот тема Она, в общем-то Собственно, почему сейчас все возвращаются в офисы Я думаю, что вот и поэтому тоже Это вот одна из причин, на самом деле Почему не взлетела вот эта концепция Bring your own device, да Который все пророчили там чуть ли не стандарт 21 века И отказ там от закупок компьютеров и так далее А по той же самой причине Потому что вы не можете контролировать девайс Личный девайс вашего сотрудника Потому что у него там и рабочая информация находится И личная И как между ней сделать Вот провести эту линию демаркационную Это вопрос Женя, ты знаешь, у меня после мнения коллег Возникло несколько вопросов Из откровения Александра Я не смог понять, как выглядит формула политэкономии В которой включена вот именно этика Вот как вот Товар, деньги, товар По Адаму Смиту я понимаю Она тоже не работает уже, кстати говоря А вот этика, где появляется Как из нее появляются деньги И второе, что меня удивило То, что ребята, во-первых, верят в то, что периметр Размывается и почти окончательно размыт Я считал, что он уже давно отсутствует полностью А во-вторых, я сильно сомневаюсь Что концепция Bring your own device потерпела крах Наоборот Я вот тот, который сидит Который типичный представитель этой концепции На твой взгляд, что не так? Ну, давайте, наверное, коротко про концепцию Все-таки собственного периметра Не надо, это другая конференция Мы про этику Про этику Ну, это связанные, на самом деле, вещи Попробуй, да Первое, что я просто хотел бы сказать То, что меня, например, удивило Когда началась история, значит С ограничениями, массовое внедрение удаленки Я вот так сидел, смотрел И у меня был вопрос А где жулики-то? Почему, собственно Происходит все так, как происходило до этого? Почему этим не пользуются? Наверное, этичные все-таки жулики Они, в общем-то, понимают сложности бизнеса И стараются как-то в это дело не влезать Более массово Ну, это первое То, что касается вообще этических вопросов Я бы хотел сказать следующее Что нужно оценить реальность Именно с точки зрения возможности Отделить то, что нужно бизнесу И то, что не нужно бизнесу Ну, вот правильно было сказано Если кто-то по квартире ходит не совсем одет И это бизнесу как-то не очень нужен При этом, значит, каким-то образом Отделить вот эту вот личную жизнь И отделить рабочий процесс Становится действительно сложно И это, наверное, какой-то такой Фундаментальный вызов Вызов, который нужно будет решать В ближайшем будущем Ну, вообще, конечно, удивительно Что кого-то после года пандемии Смущает, что кто-то появляется И не совсем одетый Мне кажется, к котам в кадре К собакам К детям на втором плане К какой-то членам семьи Все уже привыкли, смирились И понимают, что это как-то Ну, это да, это так оно бывает Ну, хорошо Но если современная экономика Немыслимо без информационной безопасности Вот где тут вопросы этики Которые мешают Качественной информационной безопасности Галь, наверное, вопрос к тебе Потому что фраза о том Что про утечки говорить неприлично Как-то уже всем надоело Она меня удивила У Сбербанка утекло там 250 тысяч пользователей Оказывается, об этом неприлично говорить Подумать только Сейчас, Алиш, зачем Галиня? Мне, да, вопрос не очень было слышно Смотри, по поводу того, что было неприлично говорить Я об этом сказала в ключе Что сколько рынку ДЛП лет уже Больше 15 точно Некоторые даже в 20 лет оценивают И 20 лет мы говорим про утечки Это уже немножко надоело Сколько можно говорить про утечки Я сколько себя помню Столько лет рынку Как сказать Да Предрекают смерть И действительно такой момент был Но как раз потому Что и у банка утекло И там много чего утекло И мы там видели Как происходят там сливы И объективные обстоятельства О которых я говорила в предыдущем Предыдущие, так сказать, когда раз мне давали слово Они говорят о том Что тема-то она прям жива Вот она прям жива И, Олег, у меня просьба к тебе повторить вопрос Потому что я пока начала Я забыл Я действительно вопрос непростой Потому что два в одном было Извини, это моя вина Если современная экономика Немыслимо без информационной безопасности Александр и тот даже вспомнил о том Что данные становятся товаром Данные это епархия информационной безопасности То как в данном случае В эту формулу счастья, политэкономии И современной экономики Вписывается этика Как она влияет на информационную безопасность Деньги где? Олег, поможешь девушке? Да, давай Можно В принципе, на самом деле Ответ здесь очень простой Если мы проведем такую аналогию То какое-то вот предприятие Ну, то есть информационная безопасность И вообще безопасность На предприятии Это аналог правоохранительных органов В государстве Полицейских органов Да, и здесь, наверное Что делают эти органы С твоей точки зрения? Ну, они Правоохранительные органы Они следят за соблюдением закона Это так, если совсем формально А если шире То они следят за тем Чтобы государство функционировало По тем правилам Которые как бы вот заложены В его, собственно, основании Нет, это не уровень моего участкового Да, хорошо Вот, и, собственно, вот насколько вообще Понятно, что полицейские органы Правоохранительные органы Это органы принуждения Да, там и какие-то и оперативные мероприятия И слежки, и подслужки И все Насколько вот это этично? Ну, вопрос, мне кажется Вот нельзя его ставить в отрыве От того, кто это делает Для чего это делает И какой результат То есть, если государственные органы Этим занимаются для того Чтобы защитить мирных граждан От преступников, террористов и так далее Наверное, никто не будет спрашивать О том, этично это Насколько это этично А хорошо ли это, а плохо ли это Если этим занимаются Какие-то коррумпированные сотрудники Допустим, правоохранительных органов В своих интересах там личных В интересах там своих заказчиков и так далее Конечно, это неэтично и некрасиво Это и нарушение закона И моральных правил и так далее Мне кажется, что то же самое здесь То есть, если мы говорим Про информационную безопасность И вообще про любую безопасность На предприятии Если это делается в интересах предприятия Для того, чтобы обеспечить Собственно, его нормальное функционирование Защиту от конкурентов Не знаю, защиту от неправомерных действий сотрудников И так далее То, на мой взгляд, здесь нет ничего Как бы неэтичного Если это делается просто ради того, чтобы это делать Ну, тогда здесь, наверное, да Есть вопросы Поэтому Вот я еще раз хочу Я очень желаю ответ Да, я прекрасно его понял Мне он категорически не нравится Тот мир, который ты написал Потому что это модель полицейского государства В рамках отдельно взятой компании Как мне показалось Да Александр Да, я хотел бы все-таки дополнить С точки зрения экономических концепций В первую очередь С точки зрения издержек Когда мы заботимся о безопасности У нас есть несколько инструментов Ну, то я бы сказал, точнее, направление инструментов Технический, правовой и этический Почему мы не воруем? Почему вот никто из вас Подходя к стойке бара снизу Ничего не украл? Потому что мы боимся наказания Потому что мы считаем, что это неэтично Или потому что есть какое-то техническое приспособление Которое мешало бы нам это делать Есть еще один ответ Нечего было воровать Я уверен, что большинство присутствующих Они не украли Не обчистили кассу И не забрали чашку кофе бесплатно Потому что это неэтично Потому что у нас действуют определенные этические механизмы Но Сейчас мы оказываемся в новой ситуации Да, в новом мире, где у нас есть вопросы безопасности данных И где далеко не всегда репутационные этические механизмы Они хорошо проработаны И здесь возникает вопрос Какой инструмент защиты нам выбирать Было бы здорово, было бы отлично Если бы у нас работали этические механизмы Тогда не потребовалось бы хитроумных технических средств Не потребовалось бы действительно полицейского государства Просто люди вели бы себя нормально Но для этого надо, чтобы в обществе было социальный капитал Чтобы люди прилично относились друг к другу Если мы вводим полицейское государство О котором вы только что говорили Если мы начинаем вешать везде камеры, ручки и так далее То тогда как раз это скорее приведет к разрушению На мой взгляд социального капитала И к тому, что люди будут говорить Ну слушайте, если вы обвешиваете нас с ног до головы Такими средствами, тогда мы все-таки найдем И будем стараться сделать что-то, чтобы украсть Если же вы относитесь к нам с доверием Вы бизнесмены, работодатели и так далее То тогда и мы можем вести себя более прилично Поэтому этику как самый, наверное, один из самых экономичных механизмов Обеспечения безопасности, защиты данных Конечно, надо развивать и стараться, по всякому случаю, не разрушать ее Но другое дело, что она развивается, к сожалению, медленно И надо поколения, ну не поколения, но по крайней мере годы Для того, чтобы люди начали вести себя этично И тогда, соответственно, нам у полицейского государства не понадобилось Галя, ты не согласна Во-первых, я не совсем согласна Во-вторых, я хотела Нам уже становится интереснее Я еще хотела на один момент обратить внимание То есть почему государство относится к полицейской функции Государство, мы все относимся более или менее терпимо А к информационной безопасности всегда возникают вопросы Насколько этично то, что она делает Но, видимо, потому что есть две стороны В безопасности Это компания, которая защищает свои интересы И это, в данном случае, если мы говорим про внутренние угрозы Это сотрудники, которые, с одной стороны, часть компании А с другой стороны, компания от них защищает свои интересы Тут у многих возникает вопрос А кто защищает в этом месте интересы сотрудника То есть вот у компании есть информационная безопасность Специальное подразделение со специально обученными людьми Что у сотрудника Вот, и это вопрос действительно такой есть Я думаю, что у многих возникает сопротивление именно в этот момент С другой стороны, вот мой личный опыт И я, может быть, тоже с такими воззрениями приходила когда-то в отрасль Но мой опыт, он специфичный И я вижу сотрудников, ну так просто получается Скорее с другой стороны И вот то, что я вижу на протяжении всей своей деятельности Вот у меня сейчас внутреннее ощущение, что это работодателя Скорее надо защищать Потому что работодатель У нас, в принципе, неплохие законы У нас сотрудник очень неплохо защищен На его, так сказать, на страже его интересов Внутри компании всегда стоит и чар То есть, если мы говорим о том, если вот внедряют какие-то средства Технической, так сказать, защиты То всегда консультируется с чар, с юристами Если возникает какой-то внутренний спор Этический Этот спор, в общем-то, возникает Потому что на стражу интересов сотрудника встает чар Поэтому, на мой взгляд, здесь интересы несколько сбалансированы Теперь вот я хотела бы возразить коллеге По поводу того, да, что этика разрушается Да, оно, с одной стороны, так Но, с другой стороны, мы, наверное, все помним Не знаю, кто водил машину в 90-е и в начале 2000-х Пока не было явных запретов, жестких ограничений И системы наказаний И по встречке ездили Вот я ездила на рыбалку И, простите, вот там М6, это была дорога смерти Ну, вот ты едешь, а справа-слева там черные мешки лежат И поэтому здесь некоторый баланс То есть этика, да, хорошо, но она должна быть чем-то поддержана И либо она поддержана там системой взаимоотношений в государстве В том числе экономической Либо она должна быть поддержана какими-то ограничительными мерами Ну, я бы хотел вот еще добавить в поддержку своего тезиса Кто-нибудь может назвать хотя бы одно государство, где нет армии и полиции? Коста-Рика, нет армии Ну, это такое государство себе Позвольте Даже в Ватикане есть полиция, служба безопасности и гвардейцы Да, да, полиции Ну, это все равно полицейские органы Как их ни назови, это полицейские органы Опять-таки, есть маленькая разница Между теми, какую функцию выполняют те и другие Но мне кажется, Жень, мне кажется, мы делаем одну ошибку Мы рассматриваем этику с точки зрения выбора между хорошим и плохим А мне кажется, вопросы этики это выборы между плохим и очень плохим Вы знаете, мне кажется, ошибка даже не в этом Ошибка в том, что мы с вами никто не понимает, что такое этика Подожди, вот я с этого всегда боюсь начинать Потому что мы каждый обсуждаем Вот подожди, подожди, не поли интригу Потому что как только в России вообще беда с терминологией Как только начинаешь дискуссию с терминологией То вязнешь в нее и только спор о терминологии Давай поговорим сначала про то, как мы хотели бы жить красиво. Очень легко. Вы знаете, просто я сейчас готовлю доклад. Ну, там будет кусочек по судебной практике, вот такая история, там всякие киили. Это пошла реклама? Нет, я просто хочу сказать, что я для себя выяснил нового, поделюсь с вами. Я столкнулся с тем, что у нас достаточно обширная практика по уголовным делам, в общем-то, к направленных, ну, скажем так, где там обвиняемые выступают айтишники и бэшники. И как вы думаете, какая категория дел? Есть какая-нибудь версия? О чем, собственно, там дело? Ну, это взятки и откаты. Не может быть! Это хорошо или плохо? Брать взятки и откаты, давать взятки и откаты. Я вот не вижу зал, но я уверен, очень многие улыбаются сейчас. Вот это этично или не этично? Улыбаться? Мы как общество до сих пор не дали для себя ответ на этот вопрос. По крайней мере, не в основной своей массе. Поэтому, вот когда мы говорим про вопросы этики, нужно сначала, наверное, определить это понятие, да, и после этого мы тогда сможем вообще об этом говорить. А сейчас мы пока еще не определить. Давайте вот как-то в эту сторону, наверное, двигаться. Ты понимаешь, что я говорю? Нет, мы определились. Александр попытался дать ответ, но действительно... Я, честно говоря, настолько глубоко не очень разбираюсь. Мы все такие же, веряю тебя. Вопросы этики, они такие же, очень субъективные. Но просто Александр попытался хотя бы дать ответ, как с помощью этики заработать. То есть, если он даст какую-то там сейчас формулу счастья, как по Адам Смит, товар, деньги, товары, он станет Нобелевским лауреатом после этого формулы счастья. Вот мы все станем свидетелями тем, что были, стояли у истоков этого великого счастья. Но это очень сложный вопрос пока. Вот непонятно, вот зачем это нам нужно. Да, Саша. Короткий комментарий дам вот какой. Действительно есть проблема с тем, что такое хорошо и что такое плохо. Да, и я тоже об этом говорил, когда заявлял о том, что вот не во всех областях, и в частности вот в сфере защиты информации, все определено. Нет, там безусловно есть проблемы. Но это та история, которую надо воспитывать. И у нас есть примеры. Мне просто, допустим, ближе моя профессиональная сфера. Это сфера связана с антитрастом, антимонопольными историями. Там вот есть у федеральной антимонопольной службы специальное направление политики адвокатирования конкуренции. То есть они объясняют, что такое хорошо, что такое плохо. Они понимают, что если объяснить людям, что конкуренция это в общем хорошо, если заставить их вести специальные внутренние практики, этические, как надо себя вести, если ходить, объяснять, адвокатировать, делать разные программы в средствах массовой информации и так далее, то это со временем даст эффект в том смысле, что антимонопольные службы станут проще работать, потому что этический механизм позволит им сэкономить на возбуждении дел, надзоре, выемках, обысках и так далее. То есть к чему я это говорю? К тому, что да, это действительно проблема, что такое хорошо, что такое плохо. Но здесь как раз и государство, и отраслевое сообщество должны озаботиться тем, чтобы инвестировать в развитие этического стандарта. Хотел немножко возразить. Дело в том, что спорить о том, что такое хорошо, что такое плохо, это, на мой взгляд, очень непродуктивно. И мы никогда ни о чем не договоримся. Важно понимать, что для вашего собеседельника, для тех, с кем вы взаимодействуете, для контрагента, понимать, что для них хорошо, что для них плохо. То есть если мы возвращаемся к нашим баранам, то та же самая компания, если она какие-то меры внедряет у себя, если она объяснит сотрудникам, что для меня вот хорошо вот то, то и то, а плохо то, то и то. Вот мы играем по этим правилам или нет? Если согласны, играем. Если не согласны, то нет. А то, что у всех людей разные понимания о том, что такое хорошо, что такое плохо, ну, мне кажется, даже об этом говорить нет смысла. Алексей, ты абсолютно прав. Ровно до тех пор, пока мы не знаем, как одно маленькое событие меняет мир всего, всей планеты. Вот то хорошо и плохо, что было до пандемии, после одного маленького события, переменило отношение к ним. Жень, я вижу, твою руку подняту. Не забудь, пожалуйста, что хотел сказать. Я хотел бы добавить Александру. Саша, знаешь, какая штука. Мне кажется, у нас, конечно же, почтенная публика, которая не тырит ложечек, не уходит, не заплатив за кофе, это все верно, ничего не украло. Это действительно так. Я в этом не сомневаюсь. Но мне кажется, это вопрос не столько этики. Галя вспомнила 90-е годы, как мы ездили на машинах. В 90-е годы Галя была еще не только это. Мы ездили не на своих машинах, а по стране ездила на угнанных машинах. И полиция угоняла все, что двигалось. И полиции ставилась постоянно планка снижать уровень преступности, показатели снижать какие-то. Как бы они ни напрягались, как бы они ни старались, нифига не получалось. Ровно до тех пор, пока машины не стали продаваться на каждом углу, а кредиты оформлялись на бензоколонках. Поэтому и чашка кофе здесь, не имеет никакого смысла ее как-то тырить, когда можно просто пойти угоститься, и угостят ей, во-первых. А во-вторых, хочешь ароматного какого-то авторского кофе, напротив, куча забегаловок, заведения, можно попробовать там. Ошибка здесь в том, что мы пытаемся исходить от этики, как она влияет на экономику. А мне кажется, мы забываем о том, что эта экономика влияет на этику. Я коротко прокомментирую. Действительно, безусловно, это все вопрос соотношения выгоды и сдержек. Я уже говорил о том, что разные механизмы защиты связаны с разными издержками, но, безусловно, мы должны понимать, какие будут выгоды от той или другой стратегии у индивида, будь то работник, покупатель или еще кто-то. Когда-то, в 90-е годы, я даже не про автомобили говорю, давайте скажу прямо про программное обеспечение. Ну, откровенно говоря, была распространена пиратская продукция. И я не скрою, я покупал пиратские диски, потому что пиратская игра, я был школьником, пиратская игра стоила 50 рублей, а лицензионная игра стоила 1000 рублей. Ну, как бы, что делать-то? Саша, ты не один. У нас минимум двое такие. Каюсь, да. Потом, когда оказалось, что качество предоставляемое легальной продукции, возможности, они существенно больше, чем у продукции пиратской, а цены оказались сопоставимыми, тогда, конечно, произошло переключение. Да, безусловно, надо сопоставлять, смотреть на те выгоды, которые есть у каждого от нарушения той или другой нормы. И если эти выгоды меняются, тогда, соответственно, и выбор стратегии индивида будет меняться. Женя, долго держишь микрофон? Да, да. Нет, я на самом деле, вот просто вот можно все продолжать. Цены стали сопоставимы, если мы говорим про пиратскую продукцию, по той простой причине, что как раз то же самое государство, про которое Алексей говорил, стало больше внимания этому вопросу уделять и увеличило цену пиратской продукции. И в этом был экономический смысл, а не от того, что мы стали более этичны и вдруг задумались о доходах производителей компьютерных игр. То же самое с дорожным движением. Просто стало дорого нарушать. Мало того, что стало дорого нарушать, вот у меня там ленд-крузер был, он уже на бордюр не залезает, понимаешь, настолько высокий бордюр. Поэтому люди и стали так делать, потому что стало слишком дорого. Вот то же самое касается и всего остального. Вот мы сделали для Федеральной налоговой службы гигантское количество самых разных экспертиз. По сути, обнал исчезает в экономике по той простой причине, что это становится очень дорого. Просто этим заниматься сложно, проще платить налоги. Цены повысили. Жень, тоже верно, но маленькие. Не от того, что мы этичными стали, именно стали пропаганду делать. Не то, что дорого штрафы, не то, что бордюры высокие, а то, что штрафы неизбежные. Вот это будет система мотивирования. Но это что же влияет на цену? Понимаешь, так бы тебе один раз из десяти оштрафовали, а тут девять из десяти. Да. Уже другой вопрос. Да. Да, Саша. Я хотел бы вот что сказать. Безусловно, то, что повысились издержки соблюдения, издержки нарушения, прошу прощения, правил, это, конечно, важная история, безусловно. Но здесь мы столкнулись с другими издержками, когда мы вынуждены с утра до вечера следить за тем, чтобы ничего не нарушить. То есть сейчас у нас есть проект один в университете по промышленной политике. И мы ходим по разным компаниям, крупным промышленным холдингам и опрашиваем, как у вас там дела с инновационной активностью. И они говорят, что когда у нас есть какой-нибудь проект, они работают там многие по госзаказу, за государственные деньги. И по госзаказу требуют, если вы выполняете какую-то опытную конструкторскую разработку, чтобы обязательно был какой-то конкретный результат, который бы работал. И если у вас есть какой-то риск, разумеется, когда вы вкладываете в какой-то венчур, у вас может быть риск, может ничего не получиться. Но тогда вы сидите в тюрьму, потому что так работает нынешняя система контрольная. Соответственно, проще становится в этой ситуации постоянного контроля не избирать что-то новое, не рисковать, а делать что-то с полки, прямо находить что-то старое, что уже, так сказать, из прошлого покорения технологий этим заниматься. Потому что, когда у нас идет большой такой контрольно-надзорное бремя, когда мы думаем, как бы шаг вправо, шаг влево не пойти, чтобы что-нибудь не нарушить, не сесть в тюрьму, то тогда это, в общем, плохо сказывается на деловой активности. Действительно, важно в какой-то момент, действительно, правовой механизм, чтобы заработал, и он поднял издержки. Но дальше надо думать о том, как это избыточное регуляторное, контрольно-надзорное, административное бремя снижать, иначе мы, так сказать, далеко-то не уйдем вперед. Ну, вообще-то сейчас прозвучал какой-то потрясающе важный тезис о том, что если к этому прийти, то мы все будем нацелены на то, чтобы контролировать, чтобы что-то не произошло. Вместо того, чтобы создать условия, в которых это невыгодно, неинтересно, неэтично. Мне кажется, это важно. Галя, можно тебе вопрос на тему того, как бы ты хотела видеть роль государства в вопросах этики? И вообще, этично ли это перед государством ставить такие задачи? Ну, ставить перед государством такие задачи, безусловно, этично, только возможности государства, они определенным образом ограничены. И единственная возможность государства, по большому счету, как я уже сказала, государство должно помочь людям стать лучше. В каком смысле? Что если они себя ведут не так, как принято, они получают за это неизбежное наказание. Пусть не очень большое, но неизбежное. Если они себя ведут правильно, они получают какие-то преференции, какие-то эти. Что может сделать в этом плане государство? Государство не возьмет на себя воспитательную функцию. Почему? В любом случае. Социальный рейтинг? Нет, но это все равно мера. Это же не вопрос, хорошо или плохо. Это вопрос, выгодно-невыгодно. Это вопрос последствий. Мы, собственно, приходим к тому же, что у государства в этом плане есть только функция поощрительная, либо карательная, но никак не функция там... Вернее, она тоже, наверное, есть. Ролики социальные выпускать. Но мне кажется, это менее работающая история. Неправда. Вполне. Я останусь при своем мнении. Весь мой жизненный опыт показывает, что это, может быть, работает, но это умалая от мер, так сказать, законных. Ну, хорошо. Олег, а можно тоже со своей стороны предложить некоторые, так сказать... Вот мы сейчас очень, на мой взгляд, ушли в какие-то высокие такие сферы, а может здесь такие люди все от САХИ, и хотелось бы, в общем-то, как-то немножко ближе к нашей истории Дил Пишиной вернуться. Ну, зачем ты так? Про крестьянство-то. Ну, ладно, я про себя говорю. Хорошо. Более практичного что-то хотелось. Ну, вот, например, у меня есть проблемы, когда мы работаем, и у нас, и у меня, и у наших заказчиков этические проблемы есть, когда мы внедряем какие-то средства, у нас всегда стоит вопрос, этично это или неэтично. И здесь, на самом деле, вопрос же тоже интересный. Что такое здесь, этично или неэтично? Обидим мы или не обидим наших сотрудников? Или нет? Или здесь этика это что-то другое? То есть, чего мы боимся, как мы говорим про этику, когда мы говорим про контроль сотрудников? Я понимаю, что вот назрел вопрос, дай какое-то определение. А вот смотрите, вот вам связь с экономикой. Если вы, например, внедряете систему слежки, но у вас при этом зарплаты, рынок от рынка умножить на два, то вполне возможно, что, не знаю, 95% сотрудников, они даже и не шелохнутся. А если, например, зарплаты не очень высокие, то все скажут, ой, что-то тут плохо все, еще платят мало, еще вот это, и все, не, будем это искать другое какое-то о себе. Поэтому вот, конечно, здесь все связано. Конечно, вот внедрение таких средств, это, конечно, всегда негативный фактор. Ну, то есть сотрудники к этому всегда относятся негативно. Тут, наверное, нету исключений, никаких и оговорок. Ровно до тех пор, пока они не понимают, зачем. Что это не средство против них, а средство для них, во благо них. А как это сделать? Ну, ребята, ну вы тут специалисты, вы тут. Ну, эту тему тоже обычно поднимает, это понятная история. Если говорить там про DLP, когда мы говорим, например, ну, про утечки, не будем там говорить про другие сейчас внутренние угрозы, мы о чем всегда говорим. Наверное, там, может быть, кто-то не согласится, но мы понимаем, что большинство утечек, они происходят по неосторожности. Вот, с одной стороны, даже если утечка произошла по неосторожности, но по вине сотрудника утекла, или там была передана информация, содержащая, например, коммерческую тайну, это все равно определенным образом его вина. И вот не допустить момента, чтобы он там совершил какое-то противоправное действие по неосторожности, это вполне в интересах сотрудника. Предупредить его о том, что он собирается сделать неправильный шаг. Хорошо. Не убирай, пожалуйста, микрофон, вопрос будет к тебе. Как практика, которая хотела практику. На твой взгляд, как повлияла минувшая удаленка пандемии на вопросы этики? Какие вопросы она под нами переставила, к которым мы не были готовы? Ты знаешь, я, наверное, сейчас так непопулярно отвечу, на мой взгляд, мало, как она повлияла. Спасибо. Хорошо. Да, Женя? А я просто, вот у нас, видите, подсвечивается этика права и безопасность. Вот я считаю, что мы про вопросы права здесь мало поговорили. Вот я к ним хочу подвести сейчас. Да, да, да. Это твой конек, начинай. Я сразу подойду. Вот, вы знаете, вот, как это, банальная логика, да, она подсказывает, что право должно все-таки идти в сторону этики, правильно? То, что этично, то должно поддерживаться, то, что неэтично, должно не поддерживаться. Я просто, опять же, поделюсь, если, может быть, кто не знает, вот у нас, допустим, такие дела сейчас есть. Вот насколько этично, например, сканирование сети? Причем в своих интересах. Этично или неэтично? Ну, мне кажется, ни у кого не задается вопрос, ну, как бы, а что тут такого, да, по сути? Это же один из элементов обеспечения безопасности и так далее, и так далее. У нас есть абсолютно реальный случай, когда человек сканировал сеть под сетями, и, значит, один из айпишников был субъект АКИИ. Начались такие проблемы, что мама не горюй, и обосновать этого невозможно. Более того, в данном случае было все гораздо более интересно. Ему было указание делать это со стороны руководства, но оно никак не оформлено. И когда начались такого рода сложности, руководство отстранилось. Человек не спит уже год, понимаете, да? То есть мы, с одной стороны, говорим о том, что вопросы права. А, или, например, на обратной стороне, допустим, находятся вопросы слежки за сотрудниками. Я не говорю сейчас DLP. Вопрос слежки за сотрудниками. При этом практика нам указывает на то, что это вполне законно, без каких-то вещей, да? То есть есть какие-то там статьи, кодексов, да, там и так далее. Но, тем не менее, это законно, да? Вот, казалось бы, право идет в сторону, казалось бы, этичных норм, при этом практика может отклоняться от этого направления. Ну, мне кажется, вот это вот интересный такой вопрос. Тренд, он не очевиден, на мой взгляд. Хорошо. Давайте поднимем градус беседы реальным кейсом, который пришел из одной крупной компании от нашей знакомой, которая обратилась к нам с вопросом. Ребята, не знаю, что делать, не знаю, как быть. Получила зарплату, находясь на удаленке. Много меньше, чем ожидала. И объяснение, что по данным нашей DLP-системы вы выключили компьютер на два часа раньше, чем закончился рабочий день компании. Коллеги, это вопросы этики, права? Конечно, это вопрос права. Потому что, если мы говорим про уменьшение зарплаты, это некое юридическое действие. Значит, оно должно было быть закреплено в трудовом договоре. Если оно там закреплено, и там написано, что если ты выключил компьютер на два часа раньше... Нет, такого тебе не пишет никто. У тебя рабочий день заканчивается, пишут там обычно. Ну, неважно. Рабочий день, можно всегда доказать, что ты выключил компьютер, но при этом ты занимался работой. Поэтому, ну, неважно. Это как бы в трудовую инспекцию обратиться, в прокуратуру, и там придумают, там посоветуют, как доказать. Я сам не юрист, поэтому тут не могу какие-то советы давать. Но вообще здесь есть пространство для маневра, и, на мой взгляд, ну, вопрос, это в первую очередь он лежит в правовой плоскости. Конечно, он лежит и в плоскости этики. На самом деле нельзя здесь это разделять. Дело в том, что право, это же не отдельная какая-то часть, а это просто подраздел этики, который закреплен вот в кодексах, законах и так далее. Просто этика, мораль, она более широкая, и она покрывает больший спектр вопросов, которые не покрывают право. Поэтому здесь, конечно, ну, этический вопрос тоже, он, конечно, есть в любом как бы правовом вопросе, любое преступление, да, любое правонарушение, оно, прежде всего, мы говорим, что оно, там, нарушает какие-то этические нормы, да, там, кража или убийство, там, не убей, не украдь. Это в сомнении не вызывает. А его противодействие и расследование его не нарушает этичные нормы? Или для достижения цели тут средства хороши? В смысле? Ну, то есть, нет, с нарушением все понятно. Это плохо. А расследовать это действие не этичными методами можно? Ну, расследование, как бы, методы расследования, они же тоже как-то где-то закрепляются, определяются. Раньше, например, был прекрасный метод расследования пытки. То есть, если есть какой-то потенциальный подозреваемый, да, просто вот, ну, подозреваемый, ну, к нему применяли допрос третьей степени. У нас не проект конференции, не надо. Это не мастер-класс. Ну, я к тому, что это тоже, это тоже, как бы, область, которая регулируется и нормами права, и нормами этики. Да, мы готовы дать определение этике. Ну, я бы сказал, что этика – это набор поведенческих установок, принятых в определенной сфере деятельности общества. Есть научная этика, академическая этика, бизнес-этика, и всякий раз мы говорим о том, что это набор поведенческих установок, которые в этом обществе, в сообществе приняты. Я бы, наверное, стал говорить так. В этом плане этика, она более узкая, чем культура. Да, у экономистов распространено понятие культура, социокультурные факторы и так далее. Они, наверное, более широкие, чем этика в целом. Вот. Что касается связи этики и права, которая только что была затронута, ну, я бы сказал, что есть какие-то там правовые вопросы, которые, ну, с этикой пересекаются довольно слабо. То есть не то, что одно вкладывается в другое, да. Они, скорее, в значительной степени пересекаются. Этические ценности, они, как поведенческие установки, принятые в обществе, они зачастую действительно влажатся в основу формальных правил, которые реализованы в праве. Вот. И. Но. Что в своём фундаменте право действительно имеют эти поведенческие установки, которые приняты в обществе, и эти поведенческие установки, и есть этика, ну, я бы, наверное, вот такое определение сформулировал. Путано, но требуется осмысление. Но другого мы не ожидали, честно говоря. Я хотела скорее задать уточняющий вопрос. А правильно ли я поняла определение, что если в нашем обществе будет принято в какой-то момент на уровне этических норм, например, мы договоримся, что работодатель вполне этично может защищать в определенных пределах свои интересы, то вопрос этики в этом моменте снимется? Если таков будет общественный консенсус, то есть, проще говоря, если мы все скажем, что здесь так принято, если все согласятся, все присутствующие будут говорить, что да, это нормально, и это ни у кого не будет вызывать вопросов. Да, вот сейчас был вопрос, который задал Олег, вот потому что спорная ситуация. Ну, кто-то скажет, что окей, да, все нормально. Другие скажут, да, мне, честно говоря, несколько покоробило, поэтому вот я, ну, не могу сказать, что здесь у нас то, как было сделано, это этично. Потому что, ну, в общем, консенсуса здесь я не вижу. Но если будет общественный консенсус, и все скажут, ну, есть же консенсус по поводу того, что нехорошо, так сказать, красить информацию, да, нехорошо убивать, там, и так далее, да, но здесь вопросов действительно не будет. Если мы добьемся такого консенсуса, если мы воспитаем его, то тогда действительно вопросы этики в значительной степени упростятся. Ну, я так понимаю, что если государство тоже выскажет свой взгляд каким-то образом на эти взаимоотношения, то тоже сильно упростит вопрос этики. Вопрос в том, как мы относимся к государству. Если у нас общество, скажем так, есть такой экономистов понятие, значит, социальный капитал, и в том числе у него есть такой вертикальный разрез, как люди относятся к государству. Да, если мы считаем, что наше государство отличное, мы ему доверяем, и у власти находятся все популярные политики депутата, и они определенные ценности разделяют, тогда они их транслируют, и люди говорят, окей, нормально, мы согласны с этим, да. Но если у нас есть между обществом и властью существенное недоверие, тогда может создаться обратная ситуация, да, и когда будет навязываться какие-то, какая-то этика будет навязываться государством, то тогда будет, наоборот, возникать определенное отталкивание. В этом мире много несправедливости, и в вопросах этики существует три уровня, как я, готовясь, пришел сюда. Первый уровень – это страх наказания, если я что-то сделаю не так, а штрафую за превышение скорости, неизбежность. Второй уровень – это быть не таким, как принято в обществе. Тоже понятно. Ну, как неэтично в компании ходить в джинсах и кроссовках, когда все ходят в галстуках. Неэтично это как-то тоже. И третий уровень – это когда я являюсь центром этики, и я считаю, что это правильно. И я независим от того всего остального, что оно существует. До этого пока мы не дошли, потому что этот уровень, он не позволяет до него дойти каждому. Но, Саш, у нас есть общий авторитетный источник рупор правды, Александр Чаузан, который недавно в эфире радиостанции сказал, что существует три столба в обществе, на которые оно опирается. Это компромисс между безопасностью, эффективностью и справедливостью. Вот этот вектор, он постоянно перемещается. Сейчас, во время пандемии, мы переместили вектор в сторону безопасности. Вот так получается. Поэтому вопросы этики, наверное, сейчас не на первом месте, но без них этот вектор может зайти в тупик. Как мне кажется. Коллеги, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok